Здравствуй, Алексей из Москвы прислал несколько образцов масел. Первое это у нас Control Edge 020 C5 из Land Rover Evoque 2018 года с 2-литровым турбомотором 240 сил с общим пробегом 60 тысяч километров, пробег на масле 7300 километров, 240 моточасов при средней скорости 30,4 км в час и используется 95-й бензин. Так, и, значит, это свежая отработка, третий образец это Control Edge Professional. Профессионал это серия для станций, есть и тоже C5, но уже с допуском Jaguar Land Rover. Так, вот видите, подписано. Так, вот это отработка, первое это Edge, значит, здесь немножко перепутано. Так, профессионал EEC с допуском Jaguar Land Rover и Locoil Genesis Armartec German Car. Вот, пожалуйста, подписано. 020, тоже C5, все масла C5. Два последних масла Алексей попросил сравнить по спектрам, ну, как бы и оценить, насколько все это похоже и насколько имеет смысл переплачивать. Так, первым делом Control, так, я, по-моему, неправильно немножко сделал. Ну, посмотрите, это профессионал с допуском Jaguar Land Rover. Максимальное совпадение почти на 99%. Locoil Genesis SPX Special 020. Это тоже у нас, сколько помню, C5, Elsac 6. Далее, это Tachi Ultima, EcoDrive, Polymerium простая. Самая простая линейка Pro, ну, и так далее. Можете посмотреть, да, Armartec, смотрите, даже тут свежо прослеживается. Так, ну, это можете остановить, кому интересно изучить данный вопрос. Так, следующий скрин у нас, оценка состава базы. Ну, приблизительная, смотрите, здесь, конечно, самая... Ну, я накидал тут тех конкурентов 20-ок, 0.20, которые у меня есть. Смотрите, самое большое содержание Power, это тоже Control Edge Professional V. Это с допуском Volvo 020. И самое слабое, это Toyota у нас. Toyota чуть лучше Locoil Genesis SPX, ну, похоже на гидрокрекинг. Далее, это дан Locoil Genesis Armartec Genroban Car, чуть получше. Два Castrol, смотрите, линия в линию идут, одинаковый состав. Вот, очень похоже, да. То есть, вот эти C5 с допуском Land Rover и без допуска по базе идентичны. Так, сейчас покажу вам скрин с составом самой базы. Да, здесь выделяется, я бы сказал, Toyota. Посмотрите, наличие небольшого количества СТРов, но такой пик отчетливый. Также неплохо выглядит Locoil German Car, красная линия. Ну, и все остальные конкуренты более-менее одинаково. Посмотрите, очень похоже. Единственное, что чуть похуже Locoil Genesis SPX 020. То есть, ну, тут тоже можно остановить, оценить. Здесь, значит, два горба оценивается, и чем выше линия, тем жирнее, скажем так, состав. Тем больше компонентов дорогостоящих, что из СТРы, что субцинемиды. Значит, левый горбик это субцинемиды, а правый это из СТР. Вот, и на первом скрине то же самое. Чем выше пик, тем более синтетическое масло, скажем так. Так, значит, данные по свежему маслу. Вот Edge 020 C5. Ну, и давайте посмотрим. Так, ну, мы уже спектр видели, и здесь видно, что и по окислению. Не видно, что здесь и СТРы есть. Их нету. Девять окисления. И около шести гидрования. Уровень противоизносных присадок отличный. Я бы даже сказал, что-то ближе такое к полнозольнику. Почти полтора процента. Какие-то следы фенольных антиокислителей. И достаточно хороший уровень аминных. 1,24. Щелочное 7,59. Кислотное 1,69. Значит, очень правдоподобное. Но мне кажется, кислотное может быть чуть-чуть завышено. На пару соток. Так, вязкость 8,22 с антистокса. Ну, в общем-то, соответствует C5. Так, следующее. Это данные по кастролу профессионал. И, значит, лукоилу тоже можете остановить. Это вот сравнительная таблица. Я свел все данные воедино, чтобы посмотреть, насколько они похожи. Да, масла очень похожи. Но есть какие-то нюансы там по противоизносным, по антиокислителям, по щелочному. Ну, щелочное, вы всегда помните, что все-таки есть какая-то погрешность. Небольшая, но тем не менее. Так, и, значит, сама отработка непосредственно вот Land Rover Evoque. Значит, по мнению прибора, здесь почти 3% дезина. Достаточно высокий уровень. Это уже больше 2%. Это уже такой, как бы, уровень предупреждения. Окисления нитрова не нарастают. Еще 47 почти процентов противоизносных присадок фенольных антиокислителей. Ну, их было там 0,08. Скорее всего, может быть, даже и погрешность. Как бы их нет. Аминных 71,5%. Еще прилично присутствуют антиокислители. Ну, и, значит, тем не менее, достаточно подработало сильно. Чуть более 3 единиц щелочное и 2,46 кислотное. Вязкость тоже просела. Вязкость прилично просела. Посмотрите, да. 1,7 сантитоксов. Присутствует 0,02 воды. Это, скорее всего, в образец попало. Или перед отбором пробы была какая-то влажность повышенная. Возможно, там тоже шел. Так, сейчас покажу на линейке, как выглядит просадка на, скажем так, 1,7 сантитокса. Да, видите. Тут вопрос, попадет ли в допуск по линейке. Да, вот смотрите, остановил. И видно, что тут масло полностью укаталось. То есть оно уже даже чуть-чуть перешло предел. Опустимый. Так, и последнее, что могу вам показать. Это, значит, прогноз по маслу. Данные, которые были, которые стали. Пробег. Моточасы. Значит, по мощным нейтрализующим свойствам 265 моточасов. Чуть более 8 тысяч километров. По нейтрализованию видно, что мотор, в принципе, нормально работает. Но вот видите, вязкость провалилась из-за большого количества топлива. Сами видите, по линейке это подтверждает. Не только прибор, но и простой такой инструмент, основанный на физических принципах, тоже подтверждает, что разжижение очень сильное. Масло получается, скорее всего, и моющий нейтрализующий. Как-то, ну, такое количество топлива повлияло на моющие нейтрализующие свойства. Вот такая вот картина. Да, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о новых видео. А видео будет немало. Кстати, тут косяком прям пошли 0.20. Очень много. И автобакс. Да, что-то выскочило из головы. Ну, короче, будет много двадцаток любопытных. Да, арвенол и прочее. Ну, сложно тут сказать что-то конкретно про масло. Масло, на мой взгляд, отработало типично там для ТЦ-5. Вот, ну, все-таки топливо сущительный вклад несло. И такое количество топлива достаточно опасно. Все-таки разжижает сильно масло и, скажем так, ослабляет пленку. Какие-то напряженные моменты там под резким газом или с какой-то нагрузкой сильной может пленка, мне кажется, порваться. Поэтому надо внимательнее относиться, по возможности контролировать этот момент. Вот, с Алексеем мы поговорили, он попробует другие варианты и вязкости. Ну, будет интересно, я думаю, в дальнейшем. Благодарю Алексея за предоставленные образцы и за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близки. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.